Как и в отношении другого случая, когда пострадал ребенок в детском комплексе «Чадоград», который расположен в торговом комплексе «Мега», семилетний мальчик катался на горке-батуте и сломал руку. 29 марта ребенок отдыхал в развлекательном комплексе вместе со своей тетей. Доступ к горке имеют лишь дети и сотрудники «Чадограда». И действительно, за оранжевый забор никто из сопровождающих зайти не может. Взрослые платят лишь за билет и остаются сидеть на лавочках за территорией игровой площадки. По словам матери мальчика, когда ее сын упал и получил травму, никто из сотрудников детской комнаты не поспешил оказать ребенку медицинскую помощь или позвать родственников малыша. В таких случаях, если что-то происходит, моментально подходит инструктор, уточняет, что произошло, вызывает врача на место, потому что ребенок не должен передвигаться сам в поисках врачей, которые находятся у входа на территорию Ашан. Инструктор подошел, сказал, не плачь, тебе будет больнее, и ушел. Услышав плач ребенка, женщина буквально прорвалась к племяннику. Семье пострадавшего первоклассника пришлось самостоятельно отнести мальчика к врачу. Оттуда их увезли на скорой в травмпункт. У ребенка диагностировали перелом правой руки. На восстановление потребуется месяц. По словам мамы мальчика, он стал плохо спать, жалуется на боли, а семья мальчика намерена обращаться в суд. Оперативно прокомментировать инцидент представители детского центра не смогли. Тем не менее, полицейские и прокуратура уже инициировали проверки. Ранее на территории Чедограда уже случались происшествия. 15 октября на мальчика упала тяжелая акустическая колонка. Ребенку пришлось зашивать голову.